Перед вами лейтенант Людмила Павлюченко. Людмиле 26 лет. Родители наделили ее светлой головой и привлекательной внешностью. Я хочу сказать вам, что мы победим. Что нет такой силы, которая могла бы помешать победоносному маршу свободных народов мира. Мы должны объединиться. Как русский солдат, я предлагаю вам, великим солдатам Америки, свою руку. Fellow soldiers forward to victory. В 30-х годах консумольцы Украины считали счастливы себя только тогда, когда они могли устроиться на завод «Арсенал». Это самый революционный завод Украины. Заходится он в городе Киеве. Вот так была создана школа снайперская на заводе. Так была создана планерная школа на заводе. И каждый из нас, кто куда хотел, туда и записывался. Мне очень захотелось стать стилком. Не знаю, чем это было вызвано. Трудно сейчас даже ответить на этот вопрос. После этого мы имели право поступать в городскую. В городскую снайперскую школу уже настоящего ионизированного типа. Вступила я туда в 37-м году. В 39-м году я закончила снайперскую школу. Сдавать экзамены пришлось уже настоящим военным специалистам. Ну и, честно говоря, конечно, мы вздрагивали от этого. Потому что одно дело стрелять со своими инструкторами, другое дело уже стрельбище. Люди взрослые, люди требующие уже полного выполнения всех уставных правил. Когда началась Великая Отечественная война, оказалось, что в Советском Союзе очень много снайперов готовых. Они все добровольно пришли в вооруженные силы. Не ожидая ни призыва, ни повестки. Снайпера наравне со всеми. Много можно было бы назвать фамилии. Вместе измыкались сами на себе. Интересная эта очень работа. Интересная потому, что каждый день, не в зависимости от боя, не в зависимости ни от чего, а снайпер уничтожает живую силу врага. Ну, если так грубо говорить, как это делается? Есть разные методы. Между прочим, снайпера позже к выпуску уже работали немножко по другой системе. Отличались немножко от снайперов подготовки до военной. Ну, первый такой вид, самый обычный, так называемая снайперская охота. Летом, полчетвертого утра, выход снайперов, снайпер наш приходит с наблюдателем вдвое. Наблюдатель такой же снайпер. Он не только ведет, помогая тебе вести наблюдение, но в любой момент откроет в помощь тебе любую силу огонь. Одна пара лежит в одном месте, через 300-400 метров другая пара. Разговаривать между собой нельзя, ну, пересвистываться нельзя, двигаться нельзя, курить нельзя и вообще ничего нельзя. Продолжается это будет до 9-10 часов вечера. За это время снайпер может уничтожить 5 фашистов, может уничтожить 3-х, а может быть и ни одного. Все зависит от того, насколько подвижные фигуры врага, насколько они будут вертеться и кто будет вертеться. Не первые попавшиеся открывали огонь, а были определенные для нас наши фигуры. Это в первую очередь наблюдатель врага является очень такой скверной вещью для войны. Он, наблюдатель врага, имел право вызвать огонь. Тонкая проволока связи, она как ниточка, но все равно провисает и все равно к связи, что ведет. Потом связные. Гитлевские офицеры. Это снайперская дуэль. Ну, в нового снайпера, который только что пришел, на снайперскую дуэль не пошлет. Уже надо, чтобы снайпер был немножко обстрелян и немножко, как говорится, привык к боевой обстановке. Только тогда его выпускают на дуэль. Для дуэль ваша, право ваше. Третий вид работы – это снайперская засада. Пожалуй, это самое ответственное. Перед тем, как снайпера выходит в засаду, в несколько дней работает разведка. А потом выходит засада. Средняя рабочая засада была 5 человек. Ну, выходит в 2 часа ночи. Надо пройти нейтральную зону, передний край – гитлеровцев. И где-то залечь между первым и вторым эшелоном. Начинается рассвет. Во втором эшелоне в гитлеровце – движение. Ну, там подвозят кухню, там вылазят денщики, начинают становиться в очередь, вытаскивают сутки. Ну, конечно, снайпера по денщикам огонь не открывают, по кухне тоже. А вот когда денщики получают еду с блиндажей, вылазят господа офицеры проверить, что денщик стянул сутка. Ну, а когда повылазится в главное мещение, открывается огонь снайперский огонь по ним. Но если какая-то человек в засаде была, то вперед по врагу может стрелять только двое, а три – в прикрытии. То есть наблюдает с боков, с фангов и с тыла, чтобы никто из засады никак не подошел. Огонь длится минуту. У гитлеровцев начинается дикая паника. И почему-то седания нас путали с партизанами и кричали, что на них опять напали русские партизаны. Мы замолкаем, пока длится паника, снайпера имеют возможность сменить позицию. Это пройти иногда нужно было 100 метров, иногда нужно было перескочить 150 метров, не так, небольшое расстояние. Через минут 15-20 после огня такие интересные сцены происходили. Гитлеровцы приходили в себя, собирали своих денщиков, собирали, значит, санитаров. В голове становился какой-нибудь капрал, поили их, ну, с снапсом, с добавлениями какими-то, с переднего края вызывался взвод. И велось самое настоящее боевое наступление на тот участок, на котором мы только что были. В чем они шли, строчили с автоматов, неизвестно куда. А вы, знаете, сидите на другом, в другом месте и очень хорошо маскировать свой выстрел. Все, 100 метровки. Вот когда выходит снайпера, засада выходит от врага. И если кто-нибудь из снайперов упал, а действительно почему-то снайпер раненый не упадет. Он застонет, он склонится, он как-то сожмется, попадет только убитый. Вся засада тут же остановится и вступит в бой. И если там еще кто-нибудь погибнет, то все равно товарища заберут. Нельзя, нельзя оставлять тело товарища на земле, захваченном врагом. Гитлеровцы так оскорблены были севастопольскими снайперами и снайперами Одессы, что в апреле 42-го года сменили всех своих снайперов, осталось их, между прочим, живых не так-то много, и подбросили к Севастополю снайперов асов. Ну вот, когда они первый раз заявили по радио, что у них появились снайпера асы, ну, как говорится, ухом не повели. Второй раз кричат гитлеровцы, а что же надо посмотреть, а что там такое? Ну и на третий день наничтожено заявление, что асы и снайпера Севастополя будут все уничтожены. Ну, это, конечно, оскорбление для нас было, и очень большое. Снайпера Уральского мы нашли. Он был за своим передним краем и за своими автоматчиками. Ребята решили взять его живым. Ас пошел спокойно, не сопротивляясь. Вывели его на нейтральную зону и, значит, потребовали снайперскую книжку. В снайперской книжке была цифра 502. Стояло так, 501, жирные, две черты, такого бухгалтерского учета, и потом стояла единица. Мы его спросили, откуда 501, где, на каких участках вы работали, сколько вы человек советских перебили, в боях ли это. Потихоньку выяснили, что гитлерский снайпер закончил офицерскую снайперскую школу, ну, а потом был послан для того, чтобы привыкнуть к убийству в охрану лагерей смерти. Не знаю, конечно, как вы, но я до сих пор не могу понять, как снайпер может убивать женщину на плаце, вышедшую, ребенка, мужчину, который в плену без оружия в руках. По-моему, это дело зверское, не стрелковое. Геройская оборона Севастополя делалась 10-50 дней. Гитлерцы предпринимали очень много наступлений на Севастополь. Они действительно бросали своих солдат, не щадя ничего и не жалея ничего. Бросали свою артиллерию, вращаясь на то, что русский солдат, советский солдат звуков, воев, визгов в конце концов выдержать не сможет. Севастополь за все это выдерживали. Потому что заодно в Севастополе, в небольшом городе, решалось много вопросов. И даже такой серьезный вопрос, как вступать ли нашему соседу Турции в войну или не вступать. Решались вопросы нефти, защиты нефти Баку. Тоже решалось все в Севастополе. Трудно рассказать о том колоссальном героизме. Ну вот если так вникнуть в такую цифру, 24 офицера артиллериста вызывали огонь батарей на себя. Что значит вызвать огонь батарей на себя? Это значит выйти не может. Кругом окружен гитлерцами. В случае смерть, но в бою. Трудно даже представить вот Севастополь последних дней обороны. Действительно в городе не осталось ни одного дома. Действительно все было развалено, все было разрушено, но все равно на осколках стен писались большими буквами, углем, белой глиной. Чем только попало писали, что Севастополь не сдается и Севастополь скоро очень будет опять советский. Севастополь был сдан 3 июля 1942 года. Больше 11 тысяч официально по сообщениям ТАСС оставало защитников в городе, которые попали потом в плен. Остальные основной состав был Севастополь вывезен. Рузвельт сказал, что да, рот Америки должен преклоняться перед советским народом, перед Красной Армией, и действительно Красная Армия спасает мир от фашизма. Мы выступали активно на ассамблее, ругали со студентами иностранными, находились еще такие люди, которые кричали, что раз ты студент, то во время войны ты должен продолжать свою учебу, ты должен изучать память и потеряние культуры, для этого можно взять разрешение гитлеровца, съездить в Грецию, в Италию, вместо того, чтобы взять оружие в руки, отойти на время от учебы и вступить в драку, в драку за свободу, собственную свободу, свободу своего народа. Горячие были стычки, очень горячие. Ассамблея продолжала студентская всего-навсего четыре дня, на пятый день был большой прием в Белом доме, а позже мы пошли в состав делегации уже международной студентской организации для посещения всей Америке. Приходилось бывать на заводах, самые лучшие воспоминания у меня остались на заводах. А ну это понимаете, попадаясь сразу к друзьям, к друзьям, которые понимают и к друзьям, которые возражают. Там были представители уже армии, были представители рабочего класса. Ну и в Англии, как на международной студентской ассамблее, нам пробовали кое-что вытянуть. Ну и таким вопросом, который они давали очень большие реакции, совершенно неразумные, это было выступление наших английских друзей по поводу того, что у нас нет свободы религии. Ну мы им объяснили очень просто так, что каждый кто что хочет, кто что себе выбирает, то у нас в Советском Союзе, по Советским законам, по Советской Конституции может делать, если это не является ущербом для народа и для государства. Поездка продолжалась заграничной вот это четыре с половиной месяца. И на каждом выступлении, где бы мы ни выступали, по телевизору, по радио, в любой аудитории, каждый из нас всегда говорил, открывайте второй фронт немедленно. Ну а когда приходилось выступать, я обычно добавляла, что не кажется ли вам, то это самые господа мужчины, что прятаться за спину женщины в бою не стоит, правда? «Коль ты называешься, я мужчина». Американские женщины поддерживали меня, выступали в прессе, призывали сами своих мужей тут же идти в армию и участвовать в открытии второго фронта. Это же делали и английские женщины. Вернулись мы домой, вернулись мы, уже летели на английском самолете через Германию, при вылете поспорили, пришлось поспорить немножечко, что по требованию международного мы должны были в парашютах лететь, но мы отказались. Если авария самолета, конечно, над вражеской территории парашюты открывать ни к чему. После короткого отдыха в Москве мы читались перед москвичами, на заводах были, не только в Москве, а на Урал ездили, поступали на Урале, рассказывали, конечно, значительно более подробно, чем рассказывая сейчас. Вот, передавали приветы Трузельта, да, виделись мы с Черчиллем, Черчилль тоже нам сказал, что да, я возлагаю надежды на Красную армию и на Господа Бога. За свою армию английскую надежду не возлагал. Это не шутка, это правда, то, что они говорили. Ну, после поездки, после наших отчетов, прошло приблизительно парочку месяцев, ну, был такой счастливый момент в моей жизни, когда меня неожиданно пригласил к себе Ясю Северонич Сталин. Ну, разговор в кабинете Ясю Северонича был очень душевный, очень простой и очень откровенный. И знаете, вот первый вопрос, кто мне задал, он не спрашивал поездки, поездки его мало интересовало, его очень интересовала оборона Севастополя. Он спрашивал о положении, спрашивал о боях, спрашивал о людях, спрашивал о работе снайперов. И вот когда сидя с ним за одним столом я ему отвечала эти вопросы, знаете, чувствовала, что со мной говорит человек, знающий снайперскую работу, понимающий ее. Поэтому хотела сказать ему все откровенно, все так, как есть и все так, как было. Визит продолжался 50 минут. Во время визита, как говорится, никаких происшествий не было. Я была в форме, была с оружием. Мне сказали на спрашских воротах, что проходи, я сказать, с оружием. После, в 44-м году, я попросила отпуск, чтобы продолжить учебу. Я же ушла на фронт с Киевского университета, не окончившая его. Нужно было все-таки получить диплом. Ну, и после такой бурной жизни пришлось опять вернуться к студенческой скамье, к лекциям, к экзаменам, ну, ко всему тому, что студент должен делать. Диплом был мой получен в 1945 году, ну, через короткое время я опять была в армии, так на этот раз в военно-морских силах. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...